Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Где эта уборщица? Простите, что? Рита, оставь нас. Чем обязана? Да вот пришла тебе лично сказать, что твои коварные планы не осуществятся. А это вы о чем? Хватит дурой прикидываться. Это ты подослала своего сынка, чтоб он соблазнил мою дочь. Порошиловым хочешь отомстить? Ничего у тебя не получится, потому что ты жалкое ничтожество, а твой сын подлец. А какое право вы имеете врываться в мой дом и оскорблять меня и моего сына? Правда глаза режет, да? А я смотрю, ты на все способна, чтоб втереться в нашу семью. Да что вы! Я двадцать лет пытаюсь вас забыть, а вы не даете. Зачем твой сын уевается за Катей? Зачем? Бред. Я сама видела, как она за ним бегает, а он не знает куда от нее спрятаться. Ах вот как, да? То есть по-твоему это Катя бегает за твоим сыном, да? Да я убью твоего сынка, ублюдка. Что ты сказала? Я сказала, что я его убью. Не смей трогать моего сына. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Наташа, ты что делаешь? Мне красятку он уже сказал. Позвали! Ты никогда до нас вид растешь, ты всю жизнь будешь упорщицей. А это лучше, чем быть такой мерзавкой, как ты. Да вы что с ума посходили? Так, да. Да? Да-да-да-да-да. Выше голову. Да. Слушай, ты прирожденная модель. Угу, конечно. Вкусно? Очень. Купить еще? Нет, не нужно. А не то я растолстею и лопну. Нет, я сначала растолстею, потом ты меня разлюбишь. А потом ты лопнешь. Да, а потом я лопну с горя. Жаль, что придется фотки от мамы спрятать. Ты главное помнишь, что что бы ни случилось, я тебя люблю. Я никогда не прощу того, что она так тебя обидела. Мне кажется, твоя мама меня ненавидит. Ненавидит. Мне страшно. Ты что? У нас будет хорошее обещание, слышишь? Так, все. Брейк. Дышим. Успокаиваемся. И считаем до десяти. Все. Я тебя ненавижу. Саил. Мады! Мады! Мады, что ты делаешь? Зараза, а! Сейчас я ее убегу! Не ружись, Наташа! Давай, сейчас я ее убегу! Наташа! Алло, полиция? Наташа? Полиция! На нас совершено нападение? Да. Как, на кого? На кого? На меня и на мою подругу Наташу! Значит так, короче, полиция! Я детской адрес, Наташа! Так, ну и все, за мной. Абонент не отвечает или временно недоступен? Странно. Абонент недоступен. Ох, Наталья. Значит так, Лариса Семеновна, только пошевелитесь, получите пулю в лоб, понятно? Рит, ты поаккуратнее, а то правда выстрелишь. И выстрелю, если понадобится. Может мир от этого лучше станет. Наконец-то. О, полиция. Итак, личности ваши мы установили. Прописка имеется. По этому адресу. Хорошо, ружье на кого зарегистрировано? На Романа Бондарчука, моего мужа. Да, и мой брат. Вот свидетельство на ружье перед вами. Понятно. Ну что ж, теперь перейдем к сути. Кто является зачинщиком потасовки? Она. Значит так, гражданка, я должен вас задержать. Меня? Это после того, как я чуть не стала жертвой этих хулиганок? Успокойтесь, пожалуйста. Кто из вас жертва, кто хулиганка, мы выясним в отделении. Это произвол. А почему именно я должна с вами ехать? Потому что именно вы пришли в их дом и все здесь сокрушили. А главное по закону. Мы должны установить вашу личность. И паспорта, я так понимаю, у вас с собой нет. Я плевать хотела на ваши законы. Я никуда не поеду. Поедете добровольно или решайте сами. Только попробуйте применить силу. Проведите гражданку в авто. Да я буду жаловаться, вы еще не знаете с кем связались. Посмотри, посмотри, это белочка, да? Да. А ну иди сюда, шустрая. Я так белочек люблю, ты себя не представляешь просто. Иди сюда, я тебе орешек дам. Катенька, обманывать нехорошо. Я не обманываю, у меня действительно есть орешек. Все, забирай свои слова обратно. Да, вот она мне тоже не поверила. Плохо, когда нет доверия между людьми. Главное, чтобы доверие было между нами. Скажи, ты мне веришь? Почему? Потому что я люблю тебя. Я тебя буду любить всегда. Я буду тебя любить так, как твоя мама любила Дмитрия. Дмитрий, не сравнивай меня с Дмитрием. Андрюш, я не то хотела сказать, извини меня. Да ладно, все нормально. Просто, просто знай, что я никогда не поступлю с тобой так, как Дмитрий поступил с моей мамой. Я знаю, что ты меня не обманешь. Поцелуй меня. Поцелуй меня. Чтоб так врываться в чужой дом и такое творить, да ёпс за это. Слушай, вот жаль, что на Руси отменили публичную порку. Так. Ну что у вас здесь произошло? Ромка, привет. Привет. Настоящее побоище. Ну это я вижу. Представляешь, явилась сегодня к нам это, Лариса Ворошилова. Вот полюбуйся, как мы с ней прекрасно провели время. Так, сестренка. Вы что, потрались? Угу. Немного. Ну давай, рассказывай. Чего это вы сцепились? Если вкратце, сюда пришла Лариса и сказала мне, что Катя встречается с Андреем. Да ладно. Не может быть. Что, все может быть? Ну с чего бы Ларисе себя обманывать? А с того, что Катя с Андреем встречаться не может. Андрей прекрасно знает мое отношение и к Кате, и к ее семье. И он ненавидит их не меньше, чем я. Одно непонятно. Зачем Ларисе меня обманывать? Так. Давайте не делать резких движений. Дождемся Андрея и все у него узнаем. Так и сделаем. Ну вот. Вы меня кормить будете, нет? Будем. Я вам еще раз русским языком говорю. Я не врывалась в дом Бондарчуков, а культурно вошла. Вот как. Так может вы телесные попреждения хозяйки дома не наносили? Совершенно верно. Не наносила. Я осуществляла акт самообороны. Вы так и запишите. Давайте так. Я к вам по-человечески и вы ко мне тоже. Договорились? Допустим. Вот хорошо. А теперь скажите мне, только честно. У вас есть личная неприязнь к Наталье Бондарчуку? Есть. Точнее претензии. И они, как бы вам сказать, носят нравственно-этический характер. Поэтому уголовному преследованию не подлежат. И раз мы все выяснили, позвольте мне позвонить мужу. Он у меня, между прочим, светило медицины. А мой отец известный политик. Я надеюсь, вы понимаете, с кем имеете дело. Рита. Здравствуйте, это Артур. Не могу дозвониться Наташе. Скажите, у нее все в порядке? Артур. Тут такое дело, у нее мобильный телефон сломался. И она, к сожалению, не может подойти к телефону. Очень занята, очень. Передом, что вы звонили. Спасибо. Я вам еще раз говорю, если вы меня сейчас отсюда не отпустите, с вами произойдет следующее. Через полчаса. Максимум через час. Вас вызовут к вашему главному. И хорошенько дадут по шапке. А может и погоны снимут. Это понятно? Гражданка, мы ведь с вами договаривались. Здравствуйте. Я Александр Братух, муж Лариси Ворошиловой. Дорогой, ну... Ну, наконец-то ты пришел. Скажи им, чтобы они меня отпустили в конце концов. Как можно скорее. А почему задержали мою жену? Что происходит? Ваша жена напала на Наталью Бондарчук. Мы обязаны зафиксировать этот факт. Установить ее личность. У вас есть ее документы? Да, у меня есть наши паспорты. Пожалуйста. Отлично. Это много времени не займет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Зачем ты пришла к Наташе и устроила скандал? А затем, дорогой, что я хочу раз и навсегда прекратить отношения Кати и Андрея. Какое ты имеешь право ломать жизнь нашей дочери? Я мать. И только я буду решать, с кем встречаться моей дочери, а с кем нет. А ты бы, между прочим, мог бы и поспособствовать. Отец как-никак. Даже не надейся. Хочешь стать врагом для Кати? Пожалуйста. Меня в это впутывать не нужно. Алло. Привет, милая. Привет. Как хорошо, что ты позвонил. Я так соскучился. Давай встретимся? Давай. Я сейчас еду к себе в ресторан. Ты подъезжай туда, хорошо? Хорошо. До встречи. Кто это звонил? Неважно. Останови машину. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СЕМЕН ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СЕМЕН ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Валера. Мне очень с тобой хорошо. В наше время почти не осталось галантных мужчин, которые умеют красиво ухаживать. Это исключение. А женщин, умеющих ценить это, еще меньше? У тебя такая нежная кожа. Ты замужем? Да. Я снова одела кольцо и вернулась в семью. Это проблема? Нет. Так даже лучше. Почему? Потому что я буду бороться за тебя с удвойной силой. Ведь отбить жену мужа гораздо сложнее, чем завоевать свободную женщину. Ты не подражая. Ой! Какая сегодня погода хорошая, а? Семен, ну отвлекись от своих мыслей хотя бы ненадолго, хоть на часок. Посмотри, как сегодня здорово, свежо, тепло, одновременно. Не могу я, Леночка, наслаждаться ни погодой, ни природой. Ты смотри, что творится. Такое в доме, такое творится. Все с ног на голову перевернулось. Ты знаешь, я тут подумала, а может, ты вправду Лариса права? В чем это она, интересно, права? Тихо, тихо. Ты только, пожалуйста, не нервничай, не сердись. Ну, вот сам посуди. Но мы же не можем быть уверены в том, что Андрей не хочет через Катю отомстить Ворошиловым, верно? Не знаю, Лен, не знаю. Но он сам когда-то говорил, что ненавидит нашу семью. Да нет, ну что ты такое говоришь? Андрей парень хороший, он на такую подлость не способен. Нет, конечно. Это он так просто на эмоциях говорил. Да нет, ну что ты. И любит он. Я уверен, он любит нашу Катю. Да, он любит нашу Катю. Да, убедил. Убедил. Убедил, убедил. Привет. Ой. А что случилось? Сынок, приходила Лариса Ворошилова. Она мне сказала, что ты встречаешься с ее дочерью. С Катей. Но я, конечно же, ей не поверила. Это ведь не правда? Мама? Это правда. Как ты мог? Как ты мог связаться с этой семьей после всего, что они нам сделали? Мам, когда я познакомился с Катей, я не знал, что она из семьи Ворошиловых. А когда узнал правду, то было уже поздно. Я не смог ее бросить, и потому что влюбился в нее по ушам. Мама, она не такая, как остальные Ворошиловы. Они все. Они все одинаковые. Они поначалу такие хорошие, что аж к сердцу прикладывают. А когда ты размякнешь, когда ты доверишься, они тебе причинят боль, заставят страдать и бросят. А ты даже не знаешь, ты даже не знаешь, как это... Андрюш, я прошу тебя, пожалуйста, пожалуйста, брось Катю, она... Она разобьет тебе сердце, а я больше всего на свете. Я больше всего на свете боюсь, что с тобой когда-то поступят, как со мной поступил Дима. Ты даже не знаешь, ты даже не представляешь, как это... как это больно, унизительно. Мам, хорошо, я сделаю все, только успокойся и не плачь, прошу тебя. Обещаю, что ты бросишь Катю. Обещаю. Спасибо. Спасибо, сынок. Александр Владимирович, там больного привезли, черепно-мозговая. ДТП? Не знаю, но похоже на это, много крови. Сейчас подойду. И вот тогда я на спор выпил пять бутылок шампанского за полчаса. А на что спорил? На бутылку шампанского. Цветы. Валера, 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 держись в руках. У меня уже есть букет. Цветы – это радость. А радости много не бывает. Тебе, сынок, какой букетик дать, а? Мне, бабуля, все, сдачи не надо. Дай бог тебе здоровья и тебе, и деткам твоим, и внукам твоим. А красавица твоя, пускай тебя любит всегда и никогда не изменяет. Красавица – это тебе. Ну, а завет бабули надо выполнять. Ну что ж, начну прямо сейчас. Спасибо. Поступил без сознания, только пришел в себя. Это что, машину сбила? Не поверишь, бытовая травма. Жена скалкой разбила. Ничего себе, за что? Да в том-то и дело, что не за что. Я сказал ей, что мне нужно хоть немного уважения. И вообще, что от нее уйду. Слово за слово, вот он, результат. Так, ясно, поехали. Держись, брат, почти не будешь как новенький. Пойдем. Давай. Валера, а куда ты взял билеты? В партер или в лоджию? Ты знаешь, я как-то вообще не обратил внимания. Купил, не глянь. Так, посмотрим. Балкон, последний ряд. Ну, это же галерка, самая дешевая. Самая романтичная. Там нам никто не помешает. Максим, ты не против, если я вместо тебя сегодня ночью подежурю? Не вопрос, конечно. У тебя что, проблема дома? Проблема эта, мягко сказано. Но знаешь, в чем главная проблема? Страх. Что мне мешает уйти от Ларисы к любимой женщине? Страх. Ты действительно уйти хочешь? Очень. Но, черт возьми, боюсь принять решение. И нести за него ответственность. Не хочу Катю с ней оставлять. А забрать ее из этого дома снова мешает страх. Конфликтов боюсь. Боюсь кардинально что-то менять. Макс, не повторяй моих ошибок. Не смей бояться. Борись за свою любовь, если она у тебя есть. До последней капли крови, Борис. Семен. Да. Суп остывает. Поешь хоть немного. Нет, спасибо, Леночка. Я сейчас не хочу. Нет, ну тебе пора принять лекарство. А его желательно только после еды. Угу. Подожди секунду. Алло. Это вас Семен Ворошилов беспокоит? Скажите, пожалуйста, Андрей сейчас дома? Нет, звать не надо. Просто передайте ему, что я минут через сорок подъеду. Пусть он меня дождется. Ну, а если у него дела? Придется дела отложить. Он, конечно, может не любить меня, но уважать мой возраст он обязан. Ты никуда не поедешь, пока ты не поешь и не выпьешь лекарства. Хорошо. Согласен. Идем, идем. Идем, идем. 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 Сюда? Да. Здравствуйте. 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 Берите чай, печенье. Спасибо. А зачем вы приехали? Значит так, не буду тянуть, перейду сразу к сути. Я в курсе, что у тебя отношения с Катей. Так вот, я хочу, чтобы ты знал, я на твоей стороне. Неужели? Риточка, принеси, пожалуйста, воды. Воды? Угу. Ну ладно. Скажу больше, что мы все на твоей стороне. Вся наша семья. Лариса против. Почему я должен вам верить? Потому что это правда. Я бы хотел извиниться за поведение моей дочери. Мне очень неприятно, что Лариса мешает вашим отношениям с Катей. Мешает или нет, от Кати я не откажусь. И уж точно поверьте, не поступлю так, как поступил ваш сын. Ну так в чем дело? Будьте вместе. Дело в том, что моя мама против. Мне постоянно приходится ей врать. Она никогда не простит вас и вашу семью. А ты? А я знаю, что Катя не такая, как все вы. Если вас, конечно, это интересует. Ну ладно. Я понял все, что хотел понять. Будем считать, разговор окончен. Спасибо. А вы уже все? Да, спасибо, нам пора. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Твоя вода. Ага. Посмотри, посмотри, я так белочка, да? Я так белочек люблю, ты себя не представляешь. Наташенька, я насчет инвентаризации. В общем, оборудование в очень хорошем состоянии. За исключением двух массажных столов. Их придется списать. Вот акт, нужна твоя подпись. Так. Наташа, Артур тебя позванивает? Ага, позванивает. Ты знаешь, мне кажется, он такой интересный мужчина. И с ним, наверное, очень приятно общаться. Я смотрю, вас это заинтересовало. Ищете материал для нового бестселлера? Конечно. Интрига заключается в следующем. С кем останется главная героиня? С Максимом? Или с кем-нибудь еще? Ташенька, ну, поделись секретом, а? Максим останется Анастасией. Это факт. Это не факт. Это парадокс. Так тебя любить и вот... Виктория Ивановна, я так понимаю, нам нужно купить два стола массажных. Да, Наталья Ивановна, нам надо купить два массажных стола. А вот два шкафа в лаборатории мы решили оставить. Мы их починим. А это вы правильно решили. Так вы, пожалуйста, подпись поставьте под актом, Наталья Ивановна. Спасибо. Доктора зовите. Пусть спасает. Я сейчас... Поломался. Ну что, молодец, терпи. Обезболивающий скоро подействует. А предплечье теперь заживать долго будет. Доктор, это что, серьезно так? Очень серьезно. Ну, зато теперь альби есть, да? Да. Молодец. Все, уберите здесь все. Привет. 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 Заря, ты орешки выбросила. Чего это? Чем теперь кремень будешь? Это мне? Да. Спасибо тебе. Очень красивая. Спасибо. Какая прикольная белочка. А мне что-нибудь принес? А как же. Держи. Андрюха, ты просто угадал мои желания. Я обожаю белый шоколад. Спасибо. Я не ревную, я все понимаю. Так. Мне нужен магазин, мама попросила лако купить. А вы чувствуете себя как дома. Я скоро. А вы стеркнисья. А ты что-нибудь? Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Иванна, я знаю, что моя дочь живет у тебя. Да, я не могла ей отказать. Она же моя лучшая подруга. Значит так, я хочу, чтоб Катя вернулась домой. Если я узнаю, что она у тебя встречается с Андреем, я торву тебе голову. Понятно? Ну что вы, Лариса Семеновна, Андрей к нам не ходит. Моя квартира это не дом свиданий. Ну я же не могла отказать у вашей дочери. Сами ее и забирайте. Знаешь, Андрей все-таки молодец. Чувствуется, что парень, а не тряпка. И есть в нем такой стержень. Ну это не удивительно. Кровь таки ваша. Ваша? Да. Да. Мяша. Красиво. Вот сейчас я вспомню. Сейчас. Давай. Сейчас вспомню. Так. Вот есть такая. Чем ты жаба недовольна проглотила мяч футбольный? Мяч футбольный. Да? Да. Твоя очередь. Давай. Сейчас. Ну? Ну ты что не знаешь тишков что-то? Не, сейчас подожди, подожди. Уронили мишку на пол, оторвали мишке лап. Стих про мишку уже был. Не было. Был. Не было. Будете говорить? Нет. Ты мухлюешь? Не мухлю. Ты мухлюешь? Нет. Нет. Ты мухлюешь? Ты мухлюешь? Ты мухлюешь? Ты мухлюешь? Алло. Алло, Катя, доченька. А у нас тут такое случилось. Дедушке-то плохо. Давление поднялось. Он все время о тебе спрашивает. Доченька, если ты домой не приедешь, дедушка же умереть может. Я вообще заболею, а папа сумма сойдет. Ты меня прости, пожалуйста, за мою резкость. Я была не права. Андрей, он хороший парень. Мама, пожалуйста, не плачь. Послушай, не плачь, я сейчас приеду. Мне надо срочно уехать. Подвезешь меня? Конечно. А что случилось? Поехали, по дороге расскажу. Катя, ты забыла. Спасибо большое. Ребят, я за вас. Катюш, если что, возвращайтесь. Я вас прикрою. Хорошо, спасибо. Ты настоящий друг. Давай, на связи. Мама, как там дедушка? Уже лучше. Слава Богу, мне Андрей привез. Здравствуйте. Здравствуй, Андрей. Спасибо, что ты так быстро довез Катю. Иди в дом, милая. Андрей? А он зайдет чуть позже. Я просто хочу с ним поговорить. Я хочу извиниться. Хорошо. А теперь слушай сюда, мальчик. Садись на свой драндулет и вали отсюда. И больше к моей дочери не приближайся. Понятно? И не надо мне перечить. Я скорее убью Катю. Но ты к ней больше не притронешься. Понятно? Да. Я ухожу. Только, пожалуйста, не потрогайте Катю. Андрюш! Андрей! Катюша, Катюша, Катюша. У Андрюши возникли срочные дела, но он сказал, что вернется чуть позже. Пойдем в дом, милая. Дедушка соскучился. Пойдем. Абонент не отвечает или временно недоступен? Андрюш, ну почему же ты не отвечаешь, а? Андрюш, ну почему же? Пилка. Где он? Не знаешь, а? Так, все, не могу больше. Да, я слушаю Здравствуйте, Андрей дома А кто это? Это Катя Его мобильный не отвечает, я волнуюсь Андрей полтора часа назад уехал на мотоцикле ни с того ни с сего Вот, и с того момента не берет трубку Попросите его, когда вернется, пусть мне позвонит Только сразу, не то я с ума сойду Наташа, звонила только что какая-то девушка, спрашивала Андрея А я надеюсь, это не Катя? Откуда я знаю, по голосу не разобрать В общем, она сказала, что Андрей уже полтора часа назад, как выехал домой А на мотоцикле, а мобильный не отвечает Подожди, тогда давай-давай звоните ему Подожди, а Нет, давай позвоню Тихо-тихо, сейчас я сама Честно-честно Вне зоне доступа Наташа, Наташа, ты это, ты только не волнуйся, а может он мобилку где-то по дороге обронил? Наталья, у меня так было миллион раз, что в машине оставил, еще где, ну Нет, даже если он обронил, почему он так долго едет? Рит, я тебя прошу, пожалуйста, еще раз позвони, я тебя прошу Сейчас, сейчас я позвоню, я тебе честно говорю, ну ты только езжай, я тебя прошу, езжай Да я никуда не поеду, я прошу тебя, набери его еще Спокойся, сейчас я все наберу Живой Слава тебе Богу, а Дай-ка Ты зачем матери нервы трепешь, а Мам Наташа, ну ты что, мать с ума сходи, где ты ездишь? Я колесо пробил, Рома А телефон Разрядился Санечка, Санечка, ты только мне скажи Ты держишь свое обещание, ты не встречаешься с Катей, нет? Мамуля, у меня с Катей ничего нет Это хорошо, это хорошо Наташа, ты хоть на кровь не смотри, а то опять в обморок упадешь Рит, я врач, ты забыла? Знаешь, одно дело на свою кровь смотреть, другое дело на чужую Девушка, а когда анализы будут готовы, не подскажете? Примерно через час Спасибо Ритуль, ты поезжай домой, со мной Андрей останется Да? Да Ну ладно Смотри мне Больше не расстраивай маму Так, ну все, моя хорошая Так, ну что Я серьезных отклонений не вижу Видимо, просто переволновались Да, но далеко не каждый от волнения теряется знание Молодой человек, ваша мама очень много работает Усталость, стресс, беспокойство Дорогая моя, без отдыха жить нельзя Вам нужно отдыхать и получать позитивные эмоции Профессор, вы хотите прописать мне позитивные эмоции? А в какой аптеке их купить? Молодой человек, забирайте-ка вашу маму домой И купите ей по дороге мороженое Вот вам и положительные эмоции Спасибо профессор Обязательно так и сделаем Обязательно так и сделаете Все нормально? Да Честно говоря, я уже успела по вам соскучиться Держи, профессор Тимофеев прописал Что, мороженое что ли? Да Точнее, кусочек радости По выражению Тимофеева Вообще, прекрасный доктор Ладно, я пойду Приятного аппетита Ты знаешь, а мне тоже нравится Тимофеев Легкий И одновременно надежный Ну да Андрею нравится Тебе нравится Ты ему явно нравишься Рит, ты на что намекаешь? Так а что ты намекаешь? Так все ясно? Пойдем на кухню Мне нужна будет твоя помощь Ага Хорошо, что Андрей с Катей не встречаются Он как-то мне об этом сказал У меня от сердца отлегло Тебе что, так сильно не нравится эта девочка? Сильнее, чем ты думаешь Она из семьи Ворошиловых И этим все сказано С ними лучше не связываться Андрей не должен страдать А эти люди Могут приносить только страдания Катюша С сегодняшнего дня я забираю у тебя ноутбук И телефон Теперь ты не сможешь связываться с Андреем Ну забирай, если тебе так будет легче Девочка моя Я же все делаю для твоего же блага Ты это поймешь и будешь мне благодарна Ты посмотри на меня, я Одна кручусь, как белка в колесе Пытаюсь спасти наш брак с твоим папой Ты помоги нам, не нужно думать только о себе Я не думаю о себе Я думаю об Андрее Ответ неверный А что это у тебя? Айпад, папин подарок Его я тоже временно забираю И дай мне, пожалуйста, ключ от комнаты А ты занимайся Читай книжки Скоро сессия КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон